Концерт под открытым небом у Дворца Спорта Кристалл собрал не только любителей хоккея, но и неравнодушных табаляков. Ведь средства, вырученные от матча и концерта, пойдут на благотворительный счет помощи участникам специальной военной операции. Во-первых, это более раскрывает наш творческий потенциал и показывает нас людям. А во-вторых, благотворительный концерт, я считаю, что это очень хорошее дело и было бы очень славно помочь как-то ему. Всегда как-то творчество им помогало, всегда во все времена, во все войны. Люди своим творчеством, они поддерживали, вдохновляли людей, которые находятся в тяжелых жизненных ситуациях. Ну так и должно быть, всегда же на играх приветствуется музыка, поэтому все хорошо. Мы окажем большую помощь тем, кто воюет сейчас на СВО. На завершающий сезон игры на ледовой арене встретились сборные города Тобольска-Сибирь и сборные Уральского федерального округа «Ангел». Трибуны были заполнены под завязку. Мы ежегодно проводим закрытие хоккейного сезона, большой игрой, интересной. А в этом году пришла такая мысль провести его благотворительным. И решили сделать его не просто игрой, а сделать шоу. Пригласили ребят, они сейчас там благотворительно также здесь делают концерт. Билеты все раскуплены. На сегодняшний день, вот сейчас уже даже телефон обрывается, хотим попасть. Ну, к сожалению, 450 мест и все. У нас такого аншлага еще не было. На ледовой арене развернулось настоящее спортивное шоу. Игра была жаркой. Трибуны гудели. Спортсмены выкладывались на полную. Это очень важно. Это очень хорошее мероприятие. Такие мероприятия можно проводить ежегодно. Помогать такими мероприятиями, конечно, полностью не поможешь. Но, тем не менее, это очень интересно, это красиво, это замечательно вообще. Получается возможность. Мы всегда приезжаем. А такой матч вообще нельзя было пропустить. Поэтому мы приехали, просили с работы и приехали. Да это вообще замечательно все. Наверное, чтобы помочь ребятам, это самое первое и важное дело. Благодаря акции счет помощи участникам СВО удалось пополнить почти на 90 тысяч рублей. Наталья Китова, Рустам Розеев, Тобольское время.